Итак, привет! На связи Катя. Приветствую тебя на моем курсе по созданию и разработке игр для сообществ. Я рекомендую начать с того, чтобы тренироваться на новом сообществе. То есть не на рабочей группе, а создать для себя тестовое сообщество. Напоминаю, как это делается. Нажимаете «Создать сообщество», «Создать сообщество» и выбираете, которое ближе к вам. Вот группа проинтересная, например. Пишите название, тему и нажимаете «Сохранить». Я уже создала для себя тестовое сообщество. Сейчас мы перейдем в него. Так, вот мы тестовое сообщество. В дальнейшем нужно подготовить группу для работы ботов. Для этого заходим в управление, сообщение и нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Сохранить». То есть они у нас первоначально отключены. Мы делаем «Включены». Нажимаем «Сохранить». Потом переходим в настройки для ботов. Здесь они у нас первоначально отключены. Мы их включаем. На всякий случай добавляем «Разрешить беседу». Нажимаем «Сохранить». Дальше мы переходим в приложение. И находим в ней сендер. Вот в этой сенчине сейчас нужно будет снять сендер. Так, находим сендер. Добавляем. Выбираем нашу группу, в которой мы так что-то создали. Ну или так, если у вас есть. Нажимаем «Добавить». Возвращаемся обратно в группу. По идее, если это у вас рабочая группа, то нужно настроить видимость. Настроить видимость. И выбрать, чтобы она не отображалась с ними. Так, все, сухо. Ну, если это тестовать, то можно это не делать. А дальше переходим с вами в сендер. Все ссылки будут в постах с уроком. У вас появится рабочая зона, где будут перечислены сообщества, которые у вас подключены. К вам подключены. Нажимаем большую зеленую кнопочку «Подключить сообщество». И находим сообщество, которое мы только что создали. Нажимаем «Подключить». Нажимаем «Град решить». Нажимаем «Град решить». Так, какая-то интересная ошибка. Сейчас еще раз повторю. Так, все, мы подключили наше сообщество. Вот это наша рабочая зона. О ней мы поговорим в следующих уроках. Когда будем делать игры. Чуть-чуть подробнее расскажу сейчас. Переходим в «Автопилот» и подключаем этот сервис. Вот адрес «Keyboard.me». Все ссылки будут в пусте. Вот зона входа. Нажимаем «Войти через ВКонтакте». Нажимаем «Войти через ВКонтакте». Нажимаем «Сообщество». Затем приходим в «Управление». Там будет перечислено сообщество, которое вы находитесь администратором или владельцем. Выходим в нашу крючку. Вот здесь тоже. Нажимаем зеленую кнопочку «Подключить». Пишем «Разрешение». У нас получается здесь сообщество, которое мы переходим. Вот и тестовое наше сообщество. Переходим в «Настройки». Так. «Настройки подключения». Давайте сначала приложение. Нажимаем «Приложение сообщества». Здесь можно баннеры всякие, но это пока нам не нужно. Делаем «Установить сообщество». Находим наше сообщество. Нажимаем «Добавить». В правом углу «Добавить». Добавился. Сейчас давайте добавим интеграцию системы с сендером. Для этого заходим в сендер. «Настройки». Нажимаем «Webhook API». Нажимаем «Webhook API». Нажимаем зеленую кнопочку в правом углу «Добавить». Пишем слово, где название «Автопилот», чтобы понять, что мы делаем. Для кого копируем. Из настроек автопилота копируем вот этот вот сендер в URL. Скопируем. Вставляем сюда. URL. Сохраним. Берем. Так, все, мы сендер с автопилотом соединили. Теперь нам нужно соединить автопилот сендером. Для этого нажимаем «Подключение». Ручная настройка. Ручная настройка. «Показать ключ». Скопировать его. Показать это вот в глазик. Скопировать и вставить его вот сюда, секретный ключ сендер. Не забываем «Сохранить». Так, все, сендер с автопилотом мы соединили. Теперь идем в настройки подключения. Так, у нас с вами автоматически создался ключ автопилота. Но он нам не подходит, так как там не подключена стена и другие необходимые нам свойства. Видите, у нас, получается, доступ дается только в сообществе. Фотография, история, товар, файл. А нам нужна еще стена, сообщения и тому подобное для нашей спецификации. Поэтому этот ключ мы с вами удаляем и создаем новый ключ. Это вот мы заходили в управление сообщества, работа с АПИ. Делаем «Стать ключ». Везде ставим галочки и нажимаем «Создать». Так, сейчас должен прийти код на телефон мне. Так, минутку. Так, все, порой прошел. Так, у нас появился новый ключ. Копируем его, идем в автопилот и вставляем его в стройку. Вот, мы зашли в настройки подключения и вставляем его вот в эту строчку. Ключ доступа сообщества. Нажимаем «Сохранить». Так, все, сохранение. Возвращаемся опять в сообщество. Нажимаем «Callback API». Нажимаем на сервер. Выбираем «Skaijuo Автопилот». Так, копируем вот этот вот ответ сервера. Идем в автопилот. Вставляем его в строка, которую должен вернуть сервер. Нажимаем «Сохранить». Идем, нажимаем «Подтвердить». Так, все, галочка зеленая появилась. Нажимаем «Сохранить». Все сохранилось. Автопилот у нас, по идее, должен быть подключен. По идее, мы потом переходим к типу событий. Ставим везде, на всякий случай, везде галочки, чтобы потом не поставили, не поставили. Сейчас нам нужно будет проверить, корректно ли мы подключили автопилот и будет работать все в дальнейшем. Для этого заходим в автопилот. Заходим в наше сообщество. В сообщество. Убираем наше. Тестовое. Нажимаем «Команду». Делаем команду. Для этого нажимаем «Добавить команду». Называем «Тест». «Привет». Можно выбрать цвет. Это градация для себя. Сообщество выбирает средства. Также можно делать теги. Это будут папки внутренние. Для этого надо зайти в «Еще». Теги, папки. Тут нужно создать папку, которая вам нужна. «Привет». Так, сейчас мы пора объедем «Привет». Для этого написал событие. Написал сообщение. С текстом, содержащим «Привет». То будет выполнено действие, когда напишется событие «Привет». Отправим сообщение в ответ «Тебе привет». «Привет». 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 Так, это мы соглашаемся. с правилами. Если кто-то хочет, то более подробно можно почитать здесь. «Пишем». Пишем. «Писать сообщение». «Привет». «Отправить». «Перейти к локосовству». Вот. И от группы мне пришел ответ «И тебе привет». То есть у нас сообщения работают в порядке. А на комментарии нужно будет сделать точно так же. где-то вы создаете событие. Вот. Так. Давайте тогда вместе с вами проверим тоже комментарии. Так. Это нам уже не нужно. Написал комментарий. Так. Нужно будет и поста. Сейчас мы с вами делаем код тренировочный. Так. Сейчас мы с вами сделаем. опубликую так вот у нас тестовый пост нам нужно скопировать на только что три минуты назад и нажимать правой кнопкой и копировать адрес реки переходим в автопилд и он делает под постом и сюда делаем вставляем то что мы скопировали сохранять здесь пишем с текста держащим у нас будет привет в ответ действия написать комментарий здесь можно тоже ставить и поста который мы с вами скопировали чтобы у нас было это как ответ сделаем еще больше опций object ID нажимаем нажимаем сохранить проверяем что команда включена перейдем под пост и пишем слово привет так обновляем сейчас нам должен внизу от сообщества написать тебе привет тоже вот и тебе тоже привет то есть все у нас все автопилот работает корректно сообщение приходит реакция на комментарии тоже есть